В Москве, на Новодевичьем кладбище, сегодня была похоронена Белла Ахмадулина. Знаменитая поэтесса скончалась в понедельник на 74-м году жизни. Она опубликовала свою первую книгу в 60-е, читала стихи в переполненных залах, на площадях и стадионах, где тысячи людей слушали её, затаив дыхание. Беллу Ахмадулину называли голосом поколения. Теперь этот голос замолчал навсегда. С ней прощаются друзья, поклонники, влюблённые навеки в ту, которая, не зная страха, прямой лишь чёлкой и прямой спиной встречала жизнь и превращала её в звук своих стихов. Ушло облако, улетел свет. А где он там? С ним всё в порядке. Плохо нам. Вот с утра бегаю, и ищу цветы, которые, по-моему, соответствуют её образу. Только белый. Для тех, кто читал её стихи, она началась с благословения Антокольского. Здравствуй, чудо по имени Белла Ахмадулина, птенчик орла. На неприметной банкетке перед траурным залом, те, кто слышал её самое первое, которое она больше никогда не читала, ко дню учителя, баллада об ученике, вернувшемся с войны. Ей было 15. Вот эта её строчка знает он, его никто не ждёт. И вот он идёт через толпу восторженных, рыдающих, опустив голубью, и вдруг на плечо его легла устала маленькая женская рука, воротился, чуть не прозевала, еле дождалась ученика, что в зале творилось. И снова, как огни марселы... Удивительная нараспев, пристав на цыпочке для многотысячного зала политехнического, в котором они, великая четвёрка Ахмадулина-Вознесенский-Рождественский-Евтушенка, вырастили в 60-х целое поколение умных глаз, в котором она была просто белка, хрупкая и верная подруга, часть чего-то великого из стихов Вознесенского. Нас много, нас может быть четверо, несёмся в машине, как черти, оранжеволосцы шофёрши и куртка по локоть для форса. Ах, белка, божественная кореша. Хрупкая прочность, поэзия вопреки. Она печаталась в запрещенном альманахе «Метрополь» и крамольном для советского режима журнале «Посев» и от режима получала госпремии. Отправлялась на БАМ поддержать комсомольцев и в Горький поддержать Сахарова. Не умела даже налить чаю и принимала в дом всех, кто оказался в беде. Не антисоветская, просто не советская. Когда её исключали из Союза писателей, с формулировкой «таким нет места в нашей литературе», удивлялась. Но мне не нужно ваше место. «Тихая Акуджавская», «Надежда – маленький оркестрик», «Это ты». Она была человеком с нравственным камертоном внутри. Она никогда, она всегда слышала камертон и никогда не изменяла. У неё не было ни одной фальшивой ноты. Это большая редкость. В последнее время она всё реже выходила из дому. Зрение, чтобы не расстраивались друзья, отмахивалось. На что у вас тут смотреть? А писать я и так могу. Все говорят, была хрупкая, она была нежная, она была глубокая, она была горячая. Наверное, всё было, все превосходные степени годятся. Но главное, она была самодостаточна и счастлива в своём абсолютном, одиноком и близком соприкосновении с Божьим миром. Аж уже никто не скажет пустить на волю локти и колени, чтобы не ходить, а совершать балет-хождение по нехоженной аллее. Она уходит под аплодисменты друзей, влюблённых навеки в девушку с прямой чёлкой. Та, что делала жизнь звуком своих стихов. Чудо по имени Белла Ахмадулина. Птенчик Орла. Ира Одиналова, Юлия Сафонова, Дмитрий Попков. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин